Всем привет, друзья! Канал Парфюмерщик, я Кирилл, и сегодня я вышел к вам для того, чтобы рассказать об одном очень интересном люксовом аромате бренда Caron. Аромат, который называется Purunom de Caron версия Sport. О нем я уже снимал короткий шортс, и многие попросили рассказать об этой работе поподробнее. Я не смог внести его в какую-то такую концептуальную подборку. Я думаю, что в будущем я это сделаю, но сегодня я хотел бы рассказать о нем вот прям конкретно. Сейчас люксовые бренды делают в основном новинки либо в стиле какой-то трендовой парфюмерии, либо ароматы, которые уже достаточно приелись и надоели. Поэтому до сих пор в 2023 году вы можете видеть эти бесконечные подборки на лето, на каждый день. Из Versace Man of Fresh, Versace Aeros, Bleu de Chanel и так далее. То, что уже многим из вас известно, и, конечно, хотелось бы чего-то новенького, чего-то интересного. Поэтому, если вы ищете что-то новенькое, интересное и бюджетное, присаживайтесь поудобнее и погнали. Итак, сразу скажу, что это фланкер классического Puro Nom de Caron, который выпускался там еще в лохматые года. Многие, когда я выпустил короткий обзор, перепутали и сказали, что типа это ничего нового, это старый какой-то парфюм. Нет, версия Sport вышла в 2015 году, поэтому не стоит путать. Да, по цвету жидкости они могут быть и похожи, но запахи разные. И некоторых, я знаю, смутила приписка Sport, потому что обычно под данным названием кроется какой-то, ну, уже, наверное, набивший оскомину заурядный свежачок, который много раз выпускался в люксовой парфюмерии и ничем не способный удивлять. Это не тот случай, это, скорее, он вам не спорт, можно было бы назвать этот аромат, потому что от спортивного какого-то контекста, к которому мы привыкли в парфюмерии, здесь нет абсолютно ничего. Чем же этот аромат меня так удивил, зацепил и почему я его называю одним из лучших конкурентов той самой мейнстримовой парфюмерии, о которой я говорил в самом начале? Ну, во-первых, это запах. Вначале вы услышите цитрусы, но цитрусы крайне нетипичные для вообще исполнения люкса. Помимо грейпфрута, его скорее такой легкой, горьковатой, корочной цитрусовости, вы здесь услышите лимонную вербену. Я не знаю, как она пахнет в чистом концентрате, никогда не нюхал, но понятно, какое ощущение она у меня вызывает. Скорее всего, именно она это и делает. Это запах лимонных леденцовых цитрусов, кисло-сладких. И эта леденцовость, она достаточно долго сохраняет цитрусовый аспект. Многие, я знаю, мечтают о том, чтобы цитрусы были постойче в ароматах. Вот это тот случай, когда, скорее всего, вот эту лимонную леденцовую цитрусовость вы будете улавливать, ну, часа три, по крайней мере, это делаю я, и это делают те люди, которые этот аромат вместе со мной уже носят, и тоже замечают продолжительность вот этого цитрусового аспекта. Также меня удивил эффект этого аромата на коже. Дело в том, что помимо вот этой лимонной вербены практически сразу добавляется какая-то ментоловая свежесть, прохлада. И она ощущается не только на обонятельном уровне, но и если вы вдруг протестируете этот аромат, обязательно сделайте это прямо после теплой ванны. Когда ваша кожа еще не остыла, нанесите этот аромат сразу же, и вы на месте нанесения будете достаточно долго ощущать какую-то вот эту вот точечную прохладу. Я не знаю, с чем это сравнить, чтобы было понятно, но вот был когда-то шампунь, по-моему, Витабе с таким ментоловым эффектом, когда ты помыл голову, кожа головы очень долго еще хранила вот этот вот прохладный освежающий эффект. Или когда бальзамом звездочкой помажешься, то есть тоже вот на место нанесения есть вот какое-то ощущение какой-то прохлады. Вот примерно такое же ощущение я словил с этим ароматом. И также это ощущение свежести ментоловой, оно есть и на обонятельном уровне. То есть слышится какой-то мятно-лимонный леденец, который абсолютно не делает этот аромат каким-то подростковым или молодежным, потому что вслед за вот этой всей цитрусовой и ментоловой тематикой идет дальше классическая мужская лаванда. Причем лаванда в парфюмерии, она тоже бывает разная. И то, что я часто встречаю в люксе, условно, лаванда Dior Sauvage, это какой-то мужской авторшейф, да, после бритья. Но есть лаванда, с которой бренды работают, ну, более интересно, как мне кажется, более интересный бриф используют. И когда я ношу ароматы именно вот с таким исполнением лаванды, я гораздо чаще получаю комплименты от людей, которые хорошо разбираются в парфюмерии, которые субъективно воспринимают такое звучание как более дорогое. Тут же свежее направление начинает раскручивать и имбирь, который придает такой характерной прохладной пряности звучанию. И вот в целом то, что вы будете ощущать на себе и то, что будут ощущать на вас другие, основное время звучания, это вот эта вот леденцовая цитрусовость, это лаванду, это имбирь и вот эту вот мятную прохладу. Ближе к базе здесь просыпается еще амбра, здесь просыпаются древесные аспекты, но аромат не становится таким вот до конца амброво-древесным. Он все же, вот первое направление, которое он и задал, он его придерживается практически все время, меняя где-то громкости, акценты тех или иных компонентов. И поэтому, когда вы зайдете на фрагрантику, увидите сравнение с маскулин-плюриель, это не должно вас вводить в заблуждение, они на самом деле не очень-то похожи. Потому что все-таки аромат Киркджана, он более древесный, прям очевидно древесный. Здесь вот для того, чтобы ароматы были похожи, древесности не хватает. Но именно манера исполнения лаванды действительно чаще всего встречалась в ароматах подороже сегмента. Еще меня очень порадовала производительность, думаю порадует многих из вас, потому что знаю, что многие обращают внимание на стойкость. Вначале мне на самом деле показалось, что у него вполне себе такие стандартные средние параметры, где-то в районе 5-6 часов. Но я на 3-4 день использования этого аромата понял, что он держится гораздо дольше. Хотя сначала мне показалось, что он просто переполз на воротник пола, и я думал, что в качестве некого остаточного эффекта я его вот улавливаю. Но я решил провести эксперимент и просто на ночь нанес себе его на запястье и оставил до утра. И еще в полодинстого утра, вот нанес я его где-то в 12 в час ночи, и я улавливал его еще в полодинстого. Да, уже близко к коже, он прям сильно близко к коже сидел, но это в районе 10 часов, можно сказать, стойкость. И я понимаю, что у него скорее всего на протяжении 6 часов такое более перманентное ощущение с себя, потом скорее более пунктирное, когда вы просто поворачиваете голову. Но делал я при этом 4 нанесения. Я делал по разу сюда и 2 раза на заднюю часть шеи, вот где ямочку. Вообще с ним очень сложно переборщить, даже если вы нанесете больше, то вы, ну если вдруг вы не ощущаете его так долго, как я, можете попробовать увеличить количество нанесения. Вы вряд ли навредите себе или окружающим, потому что он не имеет какой-то сверхдиффузности. Но мне кажется, что 4 раз здесь вполне себе хватает, даже вот на летний период, когда я его сейчас носил, даже в жаркую погоду. Хотя интенсивность испарения в жаркую погоду на коже, конечно, выше и аромат уходит быстрее. Поэтому не знаю, как он себя поведет осенью-зимой. Мне кажется, что может быть даже и продолжительность ощущения будет выше, но и даже больше 8-9 часов для такого аромата это прям сказка. Он подойдет и на лето, потому что вот эта вот какая-то лезенцовая сладость легкая, она абсолютно не там гурманская, не душащая, вот не липкая, да, которая может немножко летом быть неуместной и ощущаться не слишком комфортно. И в целом это такой, я бы сказал, джентльменский свежий парфюм с крайне нетривиальным профилем, не специфическим, непривычным для повседневного люксового запаха, который подойдет и просто как вот офисный парфюм на каждый день в любой сезон. И знаете, он абсолютно не обязывающий. Вот я его носил и с шортами, я прекрасно себе надел бы его и под костюм. И вот как сейчас модно некоторым одеваться в такой современный стиль олдмани, вот эта, вы знаете, рубашка в синие, в голубую-белую полосочку, да, вот какие-то там топсайдеры, штанишки там легкие, льняные и так далее, вот под этот стиль этот аромат тоже подойдет. То есть аромат, который вы можете носить всегда и везде, и скорее всего вы будете сильно отличаться своим парфюмом от парфюмерного большинства, которое вас окружает. И повторюсь, вы не будете здесь чувствовать какой-то некомфортной странности, каких-то вот этих вот металлов, минеральности, еще чего-то, к чему, возможно, вы еще не адаптировались в контексте современного парфюмерного рынка. Это очень понятный аромат для всех, и для окружающих, и для вас. Причем окружающие, скорее всего, будут нередко отмечать или про себя, или даже вслух, что этот аромат им нравится. Это действительно тот вот профиль люкса, который вот плюс-минус всем будет нравиться. Это аромат без каких-то специфических восприятий. И в целом, за даже короткий промежуток времени, он уже проявил некую комплементарность. Когда я наносил его на себя, люди, которые вхожи в мою зону комфорта, нюхая этот аромат, отмечали, что от меня очень интересно и необычно пахнет. Даже задерживались носом подольше, чтобы разнюхать и понять, чем это все дело пахнет. Я не могу сказать, что у него прям очень объемная диффузность. Это все-таки не для повседневного аромата такой эффект. Но люди, которые будут слышать аромат на вытянутой руке от вас, они, скорее всего, будут либо про себя, либо, может быть, даже вслух отмечать, что у вас очень интересный парфюм. Понятное дело, не все, потому что у нас в целом не очень принято вслух делать какие-то комплименты, но вы даже не стесняйтесь и спрашивайте. Если вы хотите понять, нравится этот аромат окружающим или нет, просто попросите их оценить, потому что это тот же самый комплимент, просто человек вам его не высказал вслух из-за каких-то социальных зажимов, рамок, которые у нас как-то приняты, что ли. И пока мои большие длинные ролики не собирают по 100-200 тысяч просмотров, как это делают шортс, я думаю, что необходимо вам с этим запахом познакомиться, если вам понравилось и откликнулось то описание, которое я ему дал. И возможно даже офлаконится, если у вас есть какие-то вот такие пожелания некой уникальности, нетривиальности в плане аромата, и вы не готовы тратить на нишевую парфюмерию каких-то больших денег, вы не готовы носить что-то слишком странное, хочется все-таки чего-то более близкого народу, понятного, но при этом не заезженного. И если у вас есть примеры таких же хороших, интересных работ с качественным исполнением, в люксе, что стоит не очень дорого и что не имеет какого-то прям такого избитого, затертого профиля, делитесь в комментариях, я обязательно познакомлюсь с ароматом, если мне он не знаком, расскажу о нем в своем блоге, для того, чтобы начинать как-то расширять наш с вами парфюмерный кругозор и уже выходить за вот эти вот бесконечные подборки в 2023 году с Шанель Алюром Спорт, Версачи Пуром и прочей вот этой всей истории. Если вдруг он вам знаком или после этого видео вы возьмете там какой-то пробничек, познакомитесь с ним и у вас будет ему какая-то оценка, обязательно поделитесь ей в комментариях. Мои уже зрители в Инстаграме начали получать свои посылки и отмечать, что этот аромат им очень понравился, так же, как и мне. Надеюсь, что многим из вас он тоже придется по вкусу. Вот, в принципе, и все. Мне кажется, этот аромат заслуживает отдельного ролика. Здесь есть о чем поговорить. С вами был я, Кирилл, канал Парфюмерщик. До скорых встреч.